Информационный партнер проекта Поскольку официальную просто никто не ведет Например, в Прикамье такое соглашение у нотариусов в прошлом году подписало 2078 пар В 2016 на 40 меньше А в 2015 эта цифра не дотягивала и до 900 договоров А ведь этому институту у нас уже более 20 лет С 1 марта 1996 года наши соотечественники получили возможность заключать брачные договоры В Уране, когда брачный договор только в России появился То большинство от него шарахались и говорили Не дай бог, это все, значит это развод Когда я объяснял, что действительно есть моменты в жизни, которым действительно это будет помощник Люди говорили, ну нет, нам не надо, у нас все хорошо Потом первое время все-таки чаще его использовали при разводе Когда супруги уже понимают, что развод не минуем Они уже, грубо говоря, делили имущество, которое имеется И на период до развода устанавливали режим раздельной собственности Нередко брачный контракт в добровольно-принудительном порядке Предлагали заключить своим детям обеспеченные родители Чтобы будущие зять или сноха не могли претендовать на имущество своих новых родственников Чуть позже брачные соглашения стали пользоваться популярностью у тех, кто женится Или выходит замуж уже второй, третий или четвертый раз Когда люди, устав делить бизнес и имущество после первых союзов Стали задумываться о правовых последствиях брака Сказать, чтобы молодежь приходила и говорила Мы очень хотим, мы смотрим сериалы, мы ходим на консультации Мы все это знаем, такого нет Чтобы молодежи 20 лет, 22 года приходила И пусть сейчас та же неофициальная статистика подписанных контрактов пошла вверх И количество таких соглашений среди наших соотечественников по сравнению с предыдущими годами увеличилось в разы Получилось это отнюдь не от возросшей сознательности граждан И сейчас очень часто приходят и говорят Нас послан в банк Понятно, что раз послан в банк, это воля и изъявление банка Банк здесь абсолютно ни при чем И, соответственно, начинаешь рассказывать, что для чего И если понимаешь, что люди действительно понимают И что им это действительно интересно и нужно Что это тот инструмент, который будет защищать их права А в данном случае они берут кредит, им дают хороший кредит на покупку квартиры Бояться этого не нужно, говорят специалисты Тем более, что брачный договор можно в любой момент изменить По обоюдному согласию А ту же квартиру тем же контрактом перевести уже в совместную собственность Вот только задумываются об этом вступающие в брак крайне редко А ведь практика показывает, что пары, заключившие брачные соглашения Распадаются гораздо реже Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова